Каждое утро для жителей деревни Табулово начинается с настоящего марш-броска. Только так можно добраться до места назначения. В 21 веке автобус по-прежнему остается роскошью, а не средством передвижения. Вот сейчас шла, в забор убилась, чуть не сбили. Но носиться невозможно. Положили вот один тот-то пояс. Да пусть они положат три их туда вот вниз и туда под самый. Ну что же так гонят, это я не знаю сколько километров поставить счетчик. Ну невозможно. Я схожу в больницу, вот гляньте сколько у меня уколов. Каждый день. И оттуда-сюда. Хотя бы какой-нибудь транспорт пустили бы, пусть бы хоть два раза в день. То есть вообще невозможно. Возмущение людей понять легко. Тротуара нет. Идти далеко. Да и холодно. Здесь летают часто. Вот машины проезжают. Но лучше бы, конечно, здесь делали бы тротуар или что-нибудь, чтобы не заезжали. Потому что здесь аварии часто бывают. Тротуара нет. А дорогу изобилуют опасными поворотами. Как, например, вот этот. Путешествие от дома до остановки напоминает игру в русскую рулетку. Не предусмотрена была дорога. Ну обещали как бы вот решить этот вопрос. Ну, наверное, к выборам. Это было обещание. Но обещают очень давно. Ничего не сделано. Нам хотя бы автобус, ну, раза два-три бы пустили. Потому что очень много пенсионеров, которые, ну, такие инвалиды. Тяжело. Вот я, например, сейчас обратно поеду такси буду вызывать. Вообще ничего нет у нас. Ни автобусы, ни маршруток. Вообще ничего нет. А с чем это связано? Почему не могут запустить? Говорят, что дорога узкая. Так они и ходят. И в дождь, и в снег, и конца этому пути не видно. Илья Кремнев, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.